Сегодня стало известно об аресте топ-менеджера лаборатории Касперского Руслана Стоянова. Руслан Стоянов глава отдела расследования компьютерных инцидентов. По данным коммерсанта, он находится под арестом в СИЗО Лефортово уже с декабря прошлого года. По тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Различные источники утверждают, что расследование ведется по подозрению в нарушении статьи 275 Уголовного кодекса «Государственная измена». Отдел расследования компьютерных инцидентов лаборатории Касперского открыто сотрудничает с МВД и ФСБ с 2013 года. Арестованный топ-менеджер Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы, так называемом управлении КА. Он имел доступ к государственной тайне и был связующим звеном между компанией и силовиками, многие из которых хорошо знал лично. Стоянова вообще очень ценили в компании Касперского за умение налаживать нужные связи. Параллельно с основной деятельностью Руслан Стоянов вел семинары по киберпреступности. Что заставляет судей давать людям, укравшим 13 миллионов, условный срок? И мы постарались сравнить, подумать, чем отличается киберпреступность, для которой мягкие наказания, от традиционной преступности. Теперь самому Стоянову грозит совсем не мягкое наказание. Статья госизмена предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы. В компании лаборатория Касперского арест собственного топ-менеджера никак не комментируют. Ну а короткое официальное заявление начинается со слов «Дело против данного сотрудника не касается лаборатории Касперского». По данным следствия, Стоянов мог передать деньги от некой иностранной организации руководителю одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергею Михайлову. Вот что о нем рассказал нам журналист Александр Плющев. Человек Сергея Михайлов, он упоминался во многих разных делах. Самое яркое будет, это то, что помните, когда появились карикатуры на пророка Мухаммеда, когда Шарли Ибдо было и вот это все. И они стали появляться там везде в интернете. Именно он их и убрал из интернета, убрал перепосты. И именно по его распоряжению был, например, заблокирован сайт Правда.ру на тот момент, который одним из первых разметил эти карикатуры после, собственно, всего произошедшего. Нужно обладать приличным влиянием, чтобы там позвонить или написать хостер, это была компания Мастер Хост, для того, чтобы это очень быстро как-то все провернуть. И в IT-сфере многие впечатлены его влиянием были, я бы сказал так. Ну вот и Сергей Михайлов теперь тоже арестован и находится в СИЗО. В ведомстве его арест также не комментируют. Однако еще 13 января стало известно о возможной отставке руководителя Центра информационной безопасности Андрея Герасимова, который занимает этот пост с 2009 года. Как выясняет и теперь, это может быть связано именно с расследованием в отношении одного из его заместителей. Собеседники коммерсанта утверждают, что дело в отношении Сергея Михайлова, дела, могут отразиться на всем рынке кибербезопасности и электронной коммерции. По их словам, именно Михайлов, по сути, курировал весь интернет-бизнес в России. Если кто подвергается давлению, то это, ну, сейчас сам сотрудник ФСБ Сергей Михайлов и люди, какие-то с ним связанные в IT-индустрии. Я имею в виду, конечно, не рядовых сотрудников и не начальников отдела и даже, может быть, не топ-менеджеров, а владельцев и генеральных директоров компании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!